Всем привет! С вами Информ ТВ. Актриса Нина Веселовская родилась в 37-м году в Пензенской области. Училась в школе-студии МХАТ и окончила ее в 59-м. И сразу же стала актрисой театра имени Станиславского. В 78-м она сменила место деятельности. С этого момента стала актрисой театра студии киноактера. Она получила роль в спектакле «Однажды в 20-м». Когда она училась на втором курсе, она сыграла в фильме «Хождение по мукам». Больше особо ярких ролей в кино не было. Можно отметить фильмы «18-й год», «Алеша» и «Шестое июля». А так Веселовская почти полностью переключилась на театр. И именно театр занимал всю ее жизнь. Ее муж, доктор наук, предлагал завести детей. Но она не хотела выпадать из графика спектаклей даже на один год. Она говорила, что не хочет выходить из зоны комфорта и не хочет, цитата, «плодить потомство». При этом муж, что делать? Он поддержал свою жену. Но через 50 лет совместной жизни Геннадий покинул этот мир. На склоне лет Нина Веселовская осталась совершенно одна. У нее даже не было никаких родственников. В своем интервью говорит, что она очень дорого заплатила за свой эгоизм. У нее была даже мысль об усыновлении, но она все равно испугалась ответственности. Из театра она уже ушла. Сейчас ее досуг составляют лишь старые фильмы и книги. Она говорит, что сегодня искусство театра и кино достигло своего дна. Хуже просто некуда. А как вы считаете, действительно ли в кинематографии и театре сейчас упадок? А также расскажите свое мнение, правильно ли поступила Нина, что отказалась от детей? Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!